Сейчас коротко о главных событиях. Крупные компании Великобритании приостанавливают сделки и откладывают решения в связи с референдумом. Центральный банк Австралии принял решение о сохранении базовой ставки. Госдолг Южной Кореи достиг почти 40% по отношению к ВВП. А теперь подробности. Крупные компании Великобритании приостанавливают сделки и откладывают решения в связи с предстоящим референдумом о выходе страны из Евросоюза. Согласно данным опроса, который состоялся в понедельник, количество финансовых директоров британских корпораций, выступающих против выхода из Евросоюза, растет. Так, если в четвертом квартале прошлого года они составляли 62% всех опрошенных, то в первом квартале этого года показатель вырос до 75%. Дэвид Спраул, который является главой компании Deloitte, проводивший исследования, считает, что референдум уже привел к снижению активности. В стране наблюдается значительное сокращение сделок слияния и поглощения. Планы компании пересматриваются или переносятся на более поздний срок. Деловая активность в Великобритании в марте выросла. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник Маркет. Сводный индекс деловой активности вырос до 53,6 пункта в марте. Индекс деловой активности в сфере услуг в прошлом месяце увеличился до 53,7 пункта. По итогам первого квартала PMI британской сферы услуг составил 54 бунта, что стало минимальным значением показателя за последние два года. Ускорения роста сектора услуг было недостаточно, чтобы взятые вместе индексы PMI не указывали на замедление экономического подъема в первом квартале. Индексы соответствуют увеличению ВВП на 0,4% против 0,6% в последнем квартале предыдущего года, отмечается в комментариях Маркет. Центральный банк Австралии принял решение о сохранении базовой ставки на уровне 2%. Глава Центробанка Глен Стивенс отметил, что несмотря на сокращение инвестиций в горнодобывающую отрасль, в 2015 году наблюдалось увеличение темпов роста ВВП. Стивенс полагает, что в ближайшие два года инфляция в стране по-прежнему останется низкой. В его выступлении не содержалось опасений относительно укрепления национальной валюты, как того ожидали некоторые аналитики. В связи с этим курс австралийского доллара после падения утром перешел к росту. Снижение спроса в Китае и цен на сырье на фоне роста австралийского доллара негативно отражается на результатах внешней торговой деятельности Австралии. В феврале дефицит торгового баланса превысил ожидания аналитиков и составил 3,4 млрд австралийских долларов. Банк Японии готов без колебаний начать дополнительное смягчение монетарной политики. При этом возможно как увеличение покупки активов Центробанка, так и снижение ставки по депозитам до отрицательного значения, заявил во вторник глава Банка Японии Харухико Курода. Он подчеркнул, что банк будет действовать решительно в соответствии со сложившимися в данное время экономическими и финансовыми условиями. Курода также отметил сохранение инфляции в стране на уровне близком к нулю по причине падения цен на нефть. Что касается курса иены, то глава банка не считает его главной целью. При этом Курода заметил, что Центробанк будет внимательно отслеживать динамику курса национальной валюты. Госдолг Южной Кореи в 2015 году достиг 37,9% по отношению к ВВП. Это на 2% пункта выше уровня госдолга в 2014 году, говорится в финансовом отчете, который сегодня был представлен правительству страны. В денежном выражении долг составил 511 миллиардов долларов. В расчете на душу населения это 10 тысяч долларов. В документе отмечается, что уровень госдолга значительно ниже среднего показателя в странах организации экономического сотрудничества и развития, который составляет 100 и более процентов. Рост государственного долга в Южной Корее вызван повышением активности правительства в финансовой сфере с целью стимулирования экономики и улучшения ситуации на рынке труда. Рост объема розничных продаж в еврозоне в феврале превысил прогноз. По данным Европейской статистической службы, розничные продажи в отчетном месяце по сравнению с январем выросли на 0,2%. В Европейском Союзе зафиксировано снижение объема продаж на 0,1%. Аналитики ожидали, что объем продаж в еврозоне в феврале останется на уровне предыдущего месяца. Наибольший рост объема продаж в годовом выражении наблюдался в Румынии и Люксембурге. Лидерами по снижению показателя стали Бельгия, Словения и Дания. Продажи непродовольственных товаров выросли на 2,9%. Объем продаж продуктов питания и табачных изделий увеличился на 0,7%. Первое. Форекс Телевидение. С 9 утра. В прямом эфире. Новости, обзоры и прогнозы финансовых рынков. Максим Маркетс ТВ. Зарабатывай на новостях. Новости, обзоры и прогнозы финансовых рынков. Новости, обзоры и прогнозы финансовых рынков. Новости, обзоры и прогнозы финансовых рынков. Продолжение следует...